Молекулярную природу раковой трансформации клеток и через это фундаментальное исследование он пришел к тем выводам, которые позволили, здесь надо прямо почитать, очень небольшую часть раковых заболеваний терапевтически, превентивно с ними бороться. Проблема очень большая, проблема колоссального размера, чтобы больше раковых заболеваний могли быть подвергнутыми терапевтическим вакцинациям, либо профилактическим вакцинациям. Для ограниченного вида неоплазии, благодаря работе сурхаузера, удалось создать вакцины, которые сегодня применяются, используются и используют миллионы, десятки миллионов людей во всем мире, они показали высокую эффективность. Решили мне еще в двух словах сказать, ну немножко как бы о послужном списке, о пути научного профессора Сурхаузена. Значит, как я уже сказал, он получил образование в медицине, дальше он, как это принято во многих странах, он стал ездить по разным лабораториям для того, чтобы научить больше экспертизу. И в частности, он понял, что ему нужно больше заниматься гирургологием, поехал в первоклассную гирургологическую лабораторию Соединенных Штатов Америки, потом он вернулся в Германию и работал сначала как индивидуальный исследователь, потом как руководитель группы, потом как руководитель лаборатории, потом как директор института в различных институтах Германии. Он был в Юссельдорфе, в Эрлангене, в Райбурге и вот последние много лет он работает в Гейтельберге, который по-русски мы произносим, Гейтельберг, но это нюанс. И там он возглавлял, значит, во всех этих предыдущих местах он возглавлял какие-то гирургологические либо отделы, либо институты. А вот его миссия в Гейтельберге была, он возглавлял в течение многих лет, фактически 20 лет, возглавлял крупнейший национальный раковый институт, фактически это, по-моему, это крупнейший институт в Европе, который специализируется на исследовательных раках. Он был его директором, научным директором в течение 20 лет. И под руководством профессора Цукхаузена этот институт, который относится к так называемой ассоциации Гейтельбергца, о которой сегодня еще пойдет речь, этот институт превратился в первоклассное место, я хочу подчеркнуть, не практическое место, где лечат больных, а передовое место, где проводится на самом современном уровне, на передовой краю науки, проводится исследование. И спектр исследований этого института, если вы просто посмотрите, и пойдете на этот сайт, ДКФЗ, и посмотрите, вы увидите, что это на самом деле вся биомедицинская работа. Все кластеры, которые мы можем в нашей стране в одно отдельно взятом мемористике или в целом создать, у всех у них будет такой-то прототип в этом замечательном учреждении, который профессор Сурхаузен фактически очень сильно трансформировал, когда он пришел, и вот тот ДКФЗ, который мы знаем сегодня, это его летище. Он этот пост по возрасту оставил какое-то время назад, и сейчас он работает в лаборатории, похожей в вирусологическом институте, который принадлежит этому исследовательству. Вот такая просто для молодежи, может быть, интересны вот эти детали будут, как пытливый человек, получивший в очень непростое время, он учился в школе во время войны, получивший хорошее образование в значительности, благодаря своим усилиям, собственно, потом понимая, чего ему образования не хватает, он это дополнительное образование сам где-то получил, и вот он пришел, соответственно, к тому, о чем мы сегодня говорим. Значит, к чему же он пришел? В чем, вот для широкой аудитории, для неиммунологов, не онкологов, вот в чем главный смысл открытия профессора Сурхаузена? Он показал, и это совпадает с идеями, высказанными многими учеными, и до него, и об этом, у нас будет сильнее речь, я надеюсь. Он показал, что определенные виды рака, и конкретно успех вот тех исследований, которые он делал, они касаются, в первую очередь, рака шейки матки, то есть генетологического рака, которым, естественно, в первую очередь, болеют женщины. Вот, и, соответственно, он показал и доказал, что это вирусная заболевация. Значит, сам по себе факт может быть, ну, кому-то показаться не совсем революционным, что здесь какого. Без конца мы слышим, что очень многие болезни связаны с инфекциями, вирусными материалами, как это. Но вот здесь, поймите, факт, что он доказал, что конкретный вид рака вызывается конкретным типом вируса, который он открыл, я как-то взорвал, позволил свести сложнейшую задачу вакцинации против рака, вакцинации против вирусов. А вакцинация против вирусов, концептуально, эта проблема иммунологами уже была решена. И вот в этом, так сказать, величии, то есть он сделал, можно сказать, не самый, может быть, длинный шаг, но он сделал критический шаг, который связал то, что иммунологи уже знали, то, что многие биологи подозревали. Он это доказал. И после этого весь арсенал методов, которые применим к вакцинации, против вирусов вакцинации, стал применим к определенному виду рака. И это открытие, оно неспроста было отмечено вирусской премии. Я хочу подчеркнуть, что не профессор Цуххауса сделал вакцину, вакцину сделала индустрия, вакцину сделала те инновационные компании, которые очень быстро поняли, что у нас вот этого. Вот, может быть, немножко я затянул, но от всей души, от всего сердца считаю, что потрясающее решение принял ученый совет университета имени Лобачевского. Придем решение о присуждении почетной степени профессора Цуковского. Большое спасибо. 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 Спасибо.